Всем добрый день! Сегодня нам надо разделать селёдочку. Скажите мне, хоть кто-нибудь любит это делать? Ну вот, например, я люблю печь блины, ну просто обожаю. Или делать какой-то красивый салатик. А вот селёдку не люблю. Во-первых, скользкая. Во-вторых, эти косточки, эти кишки, кровь, все дела. Но приходится, дорогие мои. Потому что кушать селёдочку все мы любим. Так, досточку закрыли. Ножик наточили. Отрезаем голову. Так, это можно немножко обглотать. Остальное выкинуть. Брюшко разрезали. Всё это вытаскиваем. Так, что у нас тут? Икорочка скушается. Всё остальное выкинется. Так, пускай оно пока всё тут полежит. Всё это вытаскиваем. Плавнички отрезаем. Впереди Новый год. Год свиньи. Пускай у вас всё будет в розовом цвете, как вот этот поросёнок. Ну, а пока вытрем нож этим поросёночком. Так, теперь разрезаем вдоль хребта. Также удаляем плавничок. Ох, плавничок смачный какой. Теперь снимаем шкурочку. Поддеваем. И уже ручками. Так, если вот здесь вот плохо, можно подрезать. Вот здесь вот отрезать немножко. Это всё вкусно. Это потом скушается. Но чтобы почистить, чтобы оно нам не мешало. Свежая селёдочка, поэтому вот это вот снимается. Если селёдочка больше просолена, пролежала в рассоле, обычно шкурочка голенькая. Ну, ничего. Так, что мы ещё забыли? Вот эти вот плавнички. Тоже можно вырезать. Так, и теперь берём, если селёдочка скользкая, при помощи салфеточки и разрываем. Хвостики в разные стороны. Хорошо пошла. Здесь мелкие косточки есть, конечно. Мы их ещё уберём. Зато здесь, смотрите, все косточки на хребте. Так, теперь берём. Пальчиком вот так поддеваем. Основные кости остались на хребте. Всё, это выкидается. Так, у нас получилось вот таких 4 кусочка. Вытираем салфеточкой, если надо. И будем продолжать удалять косточки. Так, в этом нам поможет пинцет. Ну, вот, допустим, вы будете делать ну, селёдку под шубой, да? Или там вам надо порезать на маленькие кусочки. Всё равно, как-то ж вы будете резать эту рыбку? Ну, вот, допустим, вам надо порезать вот таким образом. Вот так. И потом ещё такими кусочками. Берём, надрезаем не до конца. Вот, почти-почти, но не до конца. Разламываем. И вот они, косточки, в целости, сохранности, прямо умоляют, чтобы мы их удалили. Ну, они такие большиненькие, их можно, конечно, и руками, но вот что-то мне захотелось повыделываться, так сказать. С пинцетом поморочить голову. Прекрасный кусочек. Так, ну, а теперь можно, пожалуй, так. Вот, если где-то опять увидели, удалили косточку, чтобы ваши гости кушали, наслаждались селёдочкой, чтобы косточки вам и им не мешали. Да, вот здесь вот ещё такие косточки встречаются, которые другим способом никак не удалить, кроме как вот уже при разрезании. Увидели, вытащили, увидели, вытащили. Ну, а что делать? Вот поэтому мы и не любим её разделывать, рыбку-то эту. Ну, зато потом кушать одно наслаждение. Когда она без косточек. Так, ну и остался у нас от первого кусочка вот хвостик, небольшой кусочек. Выкидывать не надо, но можно просто вот как бы отложить для других дел. Салат не применять. Второй кусочек так же протираем салфеточкой. Надрезаем именно с этой стороны. Вот они, косточки. Удаляем вручную. И режем теперь на более мелкие. Так, ну и остались две верхние вот такие части. Косточки, которые торчат, очевидно, просто вырываем. Обязательно, конечно, в этом деле нужна салфеточка. Или бумажный полотенчик. Без этого никак. Так, надрезаем с этой стороны. Вот пока вы почувствуете косточки. Так, ну вроде чувствую. До конца не разрезаю. Так, ну и с этой стороны так же пополам. Ну где чувствую, а где уже и не чувствую косточки. Но постараться надо. И вот теперь берем, вот так разламываем. И у нас там должны торчать косточки. Ага, вот они. Вот они, наши косточки. И сейчас мы их удалим так же. Так, ну и кончик хвостика, как я уже говорила, просто отрезаем. Не будем морочить голову. Вот таким образом. Так, ну и эти косточки удаляем. Не хотят доставаться, но придется. Так, ну хорошая филешечка. Чего там уже сильно придираться. Теперь отсюда достаем косточки. Ну кто как приспособится. Кто ножом, кто пинцетом, кто пальчиками. Ну и режем теперь на такие кусочки. И опять как бы сильно не торопимся. Вот почувствовали косточку? Пускай она вот как бы будет на виду, чтобы потом ее удалить. Селедка, она тоже бывает разная. Бывает более костлявая, менее костлявая. Но нам надо сделать так, чтобы в готовом блюде костей не было. Так, ну и теперь там, где видим, опять удаляем. А куда нам торопиться? Нам торопиться некуда. Так, ну а вот эта верхняя часть, где у нас верхний плавник, филе прям самое настоящее. Тут вообще как масло. Вообще без костей. Также разделываем и вторую верхнюю часть. Вот тут хорошо все косточки видны. И легко будет их удалять. Удаляем. Вот такие кусочки у нас получились. Прямо ровненькие, хорошие. Без косточек. Если вам надо мельче, то нарезайте помельче. Сам принцип вот такой. Как отделить селедку от костей. Всех с наступающим Новым Годом. Всего вам хорошего. До свидания. До новых встреч.